Уважаемые друзья, дорогие коллеги, я очень рад приветствовать всех вас на четвёртом Каспийском саммите. Каспийское море и его богатство – историческое наследие всех наших государств за сохранение и приумножение которых мы несём солидарную ответственность перед будущими поколениями. Каспийский регион является, образно говоря, оазисом мира и подлинного добрососедства. В основе этой стабильности бережное и взвешенное отношение прикаспийских государств между собой, их народов, их руководителей ко всему, что связано морем Каспийским, будь то вопросы безопасности, экономики или охраны окружающей среды. Организационные вопросы таких подходов нами прорабатывались на предыдущих встречах. Мы говорили о создании механизмов, в том числе о совершенствовании механизма Каспийской пятёрки. Имею в виду не только встречи на высшем уровне, но и активную деятельность министерств, ведомств, экспертных групп, бизнес-сообществ, молодёжных организаций. Это позволяет нам обсуждать любые темы и находить компромиссные развязки по самым сложным проблемам. Уважаемые коллеги, в соответствии с достигнутыми на предыдущей встрече в ноябре 2010 года в Баку договорённостями, экспертами проведена большая работа по подготовке документов, выносимых на нынешний саммит. Сегодня нам предстоит обсудить результаты этой работы, наметить приоритеты на ближайшую и более отдалённую перспективу, принять политическое заявление. В нём зафиксированы принципы и стороннего взаимодействия на Каспии, призванные стать троеугольным камнем будущего базового документа – Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Убеждён, дальнейшее наращивание сотрудничества пяти наших государств будет способствовать укреплению региональной стабильности, повышению эффективности в борьбе с терроризмом, экстремизмом, оборотом наркотиков, другими вызовами и угрозами. А также придаст дополнительную динамику экономическому развитию наших государств, повысит их конкурентоспособность на мировых рынках. Уважаемые коллеги, повестка дня саммита весьма насыщена. Помимо уже упомянутых вопросов правового режима на Каспии, безопасности и экономики, обсудим меры по развитию сотрудничества в сфере транспорта, по защите экосистемы Каспийского моря. Обменяемся мнениями по актуальным международным проблемам. Главное, у всех нас есть твёрдое намерение и заинтересованность выйти на взаимоприемлемые договорённости, которые будут способствовать ещё более тесной кооперации Каспийской пятёрки. Ещё раз сердечно приветствую вас в России, в Астрахани. Уверен, что наша работа будет интересной и полезной. Продолжение следует...